И как мы можем обрадовать такого Бога? Вам не нужно пытаться обрадовать Бога, он всегда удовлетворен. То, что мы можем сделать, мы можем развить Божественное чувство внутри себя. Да, быть, стать очень правильным. И следуя какой-либо религии, не каждому нужно быть именно религиозным, в хорошем смысле слова, правильным, каждый в своей религии, если мы следуем ей. Так вот, Божественное, религиозное, это и означает религия в действии, в практике. Все остальное, это просто ритуалы, механические, программированные действия. Действия как роботов, совершаемые роботами. А мы разве роботы? Мы машины? Нет. Мы те, в котором есть осознанность. Так что, что мы делаем, в каждом нашем действии должна присутствовать осознанность. Все, что мы совершаем, должно быть полное понимание того, что мы делаем. Баба всегда говорит людям, очень много примеров с каждодневной жизнью. Почему? Почему? Потому что нам легче такие примеры услышать и понимать. Он рассказывает так много историй, чтобы мы понимали его проще. Поэтому все его лекции или разговоры с группами постоянно присутствуют шутки, какие-то истории из жизни. И что интересно здесь? И что интересно здесь? His talks are completely followed from the beginning till the end by everybody, a huge audience, be that illiterate or a great scholar. Сейчас на встречах с Богом присутствуют люди совершенно неграмотные, либо профессора очень образованные. И его истории понятны всем. И безграмотным людям, и профессорам самым умным, самым образованным людям. То есть все его истории полностью понятны и тем, и тем. что еще невероятное, что те, кто не знает Богу даже, что он говорит, что Свами говорит, то есть тот язык, на котором Свами говорит, все равно они следуют. Я много раз спрашиваю разных людей, откуда вы? Венесуэла? Вы не знаете Тилуга? Я не знаю, сэр. Как же вы можете понимать то, что Баба говорит? Мы не можем следовать вас, мы можем следовать Баба. Да, но вас мы не можем понимать, когда вы говорите на Тилугу, а его мы понимаем. В чем разница? В чем разница? My language is at the human level. То есть его Тилуг, его язык, это на уровне человека с человеком. His language is at the divine level. А его язык на Божественном уровне. Он с нами разговаривает на Божественном уровне. That's what Swami says, language of the heart. И с вами называют это языком сердца. Многие иностранцы, если вы посмотрите, они слушали, они смеялись, они наслаждались тем, что Swami говорил, понимали. I have not met any farmer during all these 50 years with a long face. I have not met any farmer. I have never met any farmer, who would listen to the slums with a black face. There are always being smiles. And there are no complaints. И нет никаких жалоб, не поступает от меня, они не жалуются, все радостны. Они не говорят, что нет места, это место неудобно. Нет, 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 я не слышал ни одного. Почему? Здесь мало места, здесь неудобно, здесь некомфортно, все были счастливы. Почему? Потому что их внимание полностью было приковано к Бабе. Их ум полностью занят Бабой. Им не важно, что происходило. Они даже не понимали, что происходит, что неудобно. Баба часто обращал наше внимание на группу каких-то последователей, преданных, либо студентов. Все окружающие, как пчелы, которые летают на цветок лотоса, чтобы не сладиться медом. Но место, где находится сам клад лотос, там также есть рыба, змеи, и лягушки. Они не наслаждаются нектаром лотоса. Большинство людей, которые живут здесь, это лягушки. Они все приезжие сюда, это все пчелы. Он получил особый любовь для Криса. У него особая любовь была, которые приезжали.